Анастасия Симакина живет в многоэтажке на улице Первой Курской. Получив январскую коммунальную квитанцию, она была не просто удивлена, а шокирована. Счет на оплату ЖКХ значительно увеличился. В декабре мы платили за ОДН за свет 55 рублей 30 копеек. В этом месяце цены резко поднялись. Буквально за один месяц мы платим уже 315 рублей. Хотя качество оказываемых услуг очень множество вопросов. Свет возле подъезда у нас вообще никогда не горит. В подъезде свет, выборочно на этажах. То есть тоже там периодически где-то горит. Написали, платят, написали, что жизнь такая. Пенсия-то у нас не резиновая, она же не увеличивается. Или они подумали, что мы по 5000 получили раз в год, так решили их за один месяц нас собрать. Чиновники объяснили это повышение просто с 1 января этого года. В оплату общедомовых нужд включили горячую и холодную воду. Теперь граждане содержание общего имущества по электричеству, по воде холодной и по горячей будут платить по нормативу. Если у нас холодная и горячая вода – это нормативы вновь принятые, потому что до этого не существовало в разделе ОДН этой платы, то его сейчас новые рассчитали, подготовили и, собственно говоря, они не такие существенные для кармана наших граждан. Какое отношение вода имеет общедомовые, когда у нас вообще нет такого даже ни крана, ничего? Как мы можем пользоваться этим? Вернее, как мы платим, за что? Непонятно. Расходование горячей и холодной воды. У нас в подъезде не установлены специальные краники, через которые уборщица может набирать, допустим, воду. Уборщица у нас в подъезде ходит по квартирам и просит набрать ее в бутылке, либо в ведро в момент уборки воду. То есть тоже непонятно, за что мы должны платить. А если присмотреться, то в квитанциях можно заметить, что оплата общедомового света включена дважды. В счете за электроэнергию, который вы получили в январе, выставлены общедомовые нужды за декабрь. Связано это с тем, что раньше ОДН за электроэнергию начислялись месяцем позже. То есть в декабре, получается, платили мы за ноябрь. В жилищной услуге также указаны платы за ОДН. Но это ОДН за январь, то есть месяц в месяц. И уже в начислениях на следующие периоды ОДН будут выставляться за текущий месяц. Некоторые управляющие компании, опять же, воспользовались лазейками в федеральном законодательстве и начали в общей площади домов учитывать площадь и чердаков, и подвалов. Тем самым начисляя своим гражданам значительно большие цифры, нежели рекомендовано федеральным законодателям. И тот факт, что оплата в январе в шесть раз превысила оплату общедомовых нужд за электроснабжение, объяснили появлением новых нормативов. Причем чиновники, поняв свою оплошность, заявили, что в феврале счета будут значительно меньше. Вот несвоевременный выпуск нормативно-правовых актов с федерального уровня привел к этим последствиям. За январь месяц уже придется оплачивать в соответствии с нормативом, который был разработан еще в 2012 году. Но с февраля месяца оплата упадет значительно. Правда, за январь перерасчета все равно никому уже не сделают. Получается, что за просчеты чиновников опять расплачиваются простые жители.